Доброе время суток! Уже обзорить и добро пожаловать на канал Садовые Посиделки. Канал посвящен всему, что связано с озеленением садов и домов. Меня зовут Александр Куранов. Итак, избавимся от чая, засучим рукава повыше и приступим. Сегодня в гостях в Садовых Посиделках посидел герой тайны южноафриканской разведки. Мастер камуфляжа. Многие знают его подходом именно живой камень. Итак, встречаем мистер... Имя-то можно подгашать? Можно подгашу? Итак, встречаем мистер Литопс. Вот он. Это необычный и замечательный вид суккулента. Если посмотреть, вид его напоминает камня. Именно поэтому он и получил название «Схожий с камнем». Мы называем его «Живой камень». В природе насчитывается около 50 видов живых камней. Они различаются формой рисунка напоминающей камушки, а также цветением. В природе встречаются желтый, белый и очень редко розовые цветки у Литопсов. Вот это растение я купил совершенно случайно на выставке. Просто из чистого любопытства не было интересно, что это такое за растение и вообще чем его едят и как оно растет. Но прошло 7 лет, можно сказать, я его практически не замечаю, но практически не замечает меня. Цветет оно каждый год отлично, меняет листья. Литопсы состоят из двух пары листьев. Каждый год старая пара листьев отмирает. На смену ей появляется новая пара листьев. Происходит это где-то после спячки, весной. Спячка в период покоя Литопсов проходит очень длительно. Где-то с конца ноября аж по март. То есть растение в это время мы вообще не поливаем, забываем про него. Оно стоит на сочном месте. Как только появляется молодая пара листьев, то есть старая пара листьев начинает усыхать, тогда мы начинаем понемножечку, потихонечку поливать. Вообще Литопсы не любят очень большой полив. Их поливать нужно очень осторожно и очень помалу, раз в неделю, летом максимум. Располагаем это растение на солнечном подоконнике, на южных сторонах. Это растение очень хорошо переносит солнечный свет. Оно очень любит солнце, потому что в местах произрастания оно на открытых пространствах растет и выдержит температуру до 50 градусов. Поэтому листья очень мясистые, они запасают воду, и поэтому поливаем очень осторожно. Вот этому экземпляру примерно, наверное, лет 9, потому что у меня оно 7 лет. И когда я его покупал, сказали, что ему 2 года. То есть это уже взрослые растения. Вообще Литопсы живут от 5 до 15 лет. Я его ни разу не пересажу, потому что Литопсы очень не любят пересадку. Литопсы не размножаются делением. Чаще всего их размножают только по 7 семян. Для того, чтобы пересадить это замечательное растение, нам понадобится. В первую очередь, конечно же, горшок. Вот горшок, это немножко неправильный, но другого у меня нет. Горшок должен быть широкий, но не должен уменьшаться ко дну. Горшки, вот как в этом случае, должны быть, видите, такие квадратные, чтобы как можно больше пропускать воду. Потом нам понадобится, конечно же, земля. Землю я купил специально для кактусов, но эта земля тоже практически не подходит, потому что она обогащенная и очень рыхлая. Земля должна быть более плотная и водопроницаемая. Потом мы ее сделаем для нужной консистенции. Потом нам понадобится дренаж, очень желательно мелкие фракции дренажа, керамзит, либо мелкие камни. Для того, чтобы насытить землю, точнее не насытить, а наоборот, сделать ее более водопроницаемой, нам понадобится, конечно же, песок. Потом нам понадобится битый кирпич, мелкий. Потом нам понадобится зола. Зола, конечно, по желанию, но все-таки лучше добавить, чтобы не было загниваний, потому что литопсы очень боятся загнивания. Они очень часто загнивают, даже у опытных садоводов и цветоводов-любителей литопсы. Из их коллекции погибают из того, что неправильно поливают. Потом нам понадобится глина. И, наконец, понадобится мелкая галька для декора. И не просто для декора, это просто необходимость тоже для того, чтобы литопс чувствовал себя очень хорошо на протяжении своей жизни в этом горшке. Итак, для начала разделим всю пересадку на три этапа. Первый этап – это мы подготовим землю. Итак, давайте подготовим землю. Возьмем землю. Итак, берем землю, насыпаем песок. Песок должен быть в соотношении примерно один к одному, то есть песка много берем. Песок лучше брать крупнозернистый. Перемешиваем все до однородной консистенции. Потом добавляем битый кирпич, мелкий. Перемешиваем. И добавляем немного золы. Все хорошо перемешиваем. И в конце добавляем немного глины. Перемешиваем. Итак, земля готова. Итак, мы подготовили землю для пересадки литопса. Теперь нам предстоит очень сложная работа под номером 2. Это мы должны очень осторожно вытащить это растение из старого горшка, отделить корни от земли и перейти к стадии третьей посадки. Для того, чтобы отделить корни от земли и вообще вытащить этот литопс, нам понадобится либо зубочистка, либо вот такая маленькая деревянная палочка. Поливать литопс ни в коем случае не надо. Перед тем, как пересаживать, а на морозье у меня должна быть сухой и рассыпчатой. Итак, давайте приступим. Вначале, конечно же, вот посмотрите какой литопсик мой. Осторожно, вот я съем старые камушки. Вот видите, корневая шейка не заглублена у литопса. Его надо будет посадить примерно так же. Теперь размягчаем горшок и осторожно, придерживая, вытаскиваем наш литопс из горшка. Вот видите, очень много сухих корней, которые за зиму высохли. У литопса новые корни отрастают очень быстро, поэтому после посадки не переживайте. Если все правильно посадите, растение примется нормально. Как раз изучаем свой литопс. Вот сухие листья удаляем. Осторожно очень, чтобы не повредить само растение, потому что растение очень плабо держится на корнях, очень легко может обломиться. Вот тут хорошо видна шейка цветка. Итак, мы приготовили землю, отделили наш литопс от старой земли, и давайте приступим к заключительному этапу посадки литопса. Для этого берем горшок. Дренажные отверстия должны быть очень большие. Насыпаем дренажный слой, где-то примерно сантиметра 2-3, вот такое расстояние, почти половина горшка. Убираем крупные фракции, если есть такие желательно. Теперь насыпаем землю. Утрамбовываем хорошо, плотно. Вот мы получили необходимое количество земли. Теперь делаем углубление для того, чтобы посадить наш литопс. Сделали углубление под глубину корней, и теперь вставляем литопс. Осторожно прижимаем. После того, как хорошо прижали, шейку цветка не закапываем. Снова насыпаем слой песка. Это нужно для того, чтобы растение не соприкасалось с землей и не загнило. Сверху мы насыпаем мелкие декоративные камушки. Их можно немножко отрабовать, красиво присыпать. И все, наш литопс посажен. Смотрите, какая красота получилась. Итак, мы посадили свой литопс-горшок. После этого ставим на солнечное место. Если вы купили литопс в магазине, то будьте осторожны, прежде чем ставить свой литопс на южное окно, на солнце. Потому что растение в любом случае нужно немножко приучать к солнечному свету. И напоследок я бы хотел сказать, чтобы вы не боялись и выращивали этот необычный суккулент. Да, конечно, он не озеленит вашу квартиру, но всегда порадует вас красивым цветением. Не бойтесь, экспериментируйте. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих выпусков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok